Микроорганизмы В Тюменской лаборатории эти микроорганизмы изучают, сохраняют и размножают. Потом миллионы и миллиарды этих микроорганизмов в теплое время года возвращаются на север. Например, на таком биобоне. Он очищает открытые водные поверхности во всей Западной Сибири. Загрязненная нефтью вода проходит под этим боном, подныривает под него, попадает вот в этот вот искусственный циноз, насыщенный бактериальными клетками, иммобилизированные на эти волокна. Они потребляют нефть, которая проносится мимо, они захватывают, и вода уходит чистая. Уникальность музея микроорганизмов, который создан в лаборатории, трудно переоценить. Дело в том, что микроорганизмы, взятые, например, с Аляски, на Тюменском севере будут уничтожать не только углеводороды, но и негативно влиять на окружающую микрофлору. Наша цель по Тюменской области, чтобы препараты, которые чужды для нашего севера, не попадали, если вносили только наши, чтобы не было дальнейших последствий. Вот в этом плане морд уникальный, что мы аборигенные микроорганизмы выделяем. В лаборатории готовы подключиться к работе и на арктическом шельфе, ведь с началом добычи нефти и газа в северных морях наука должна быть готова к новым вызовам. К борьбе с разливами нефтепродуктов в суровой арктической среде. Владислав Соколов, Юрий Гудок, Рафа Юпов, информационное агентство Тюменская линия.